Они ломают стереотипы и хэштеги, вдохновляют личным примером и сдвигают возрастные табу. Супер популярные блогеры, поколение 70+, серебряные цунами, захлестнувшие соцсети, или как их называют, гран-флюенсеры. Я родилась в Барселоне, в Испании, 78 лет назад. Магда Льохес де Гутьеррес, звезда нью-йоркских сплетен, муза французских кутюрье, королева каталонского акцента, артистичная пенсионерка с гардеробной в несколько комнат и длинным шлейфом поклонников в Инстаграме. 3000 человек подписались на меня в первый же день. Сюрприз, сюрприз, через какое-то время уже 5000, а сейчас уже 25 тысяч. Ее подписчики по всему миру в два, а то и в три раза моложе. Учатся создавать образ, смешивать краски, выделяться из толпы. Утром я сначала надеваю шляпку, потом это, это, это. Главное выбрать первую вещь. Стиву Остину 82. Полтора миллиона подписчиков в ТикТоке. Я сам ошеломлен. Не могу в это поверить. Большинство – молодые люди. Фанаты знают его под ником Дедушка Стив. Несколько раз в день обитатель скромной квартиры в доме престарелых маленького техасского городка веселит свою публику забавными танцами, фокусами и словечками. Доброе утро, мои маленькие петунии. Настоящим хитом стала серия «Готовка со Стивом». Это мало походило на приготовление еды. Какой-нибудь сэндвич или миска с хлопьями. Но людям казалось, что это забавно. Четверть века он был зубным техником, четверть века – билетером в театре. Карантин и соцсети подтолкнули к новой карьере. Если что-то непонятно с виртуальным пространством, юные фанаты помогают. Они хотят, чтобы я был их дедушкой. Или я напоминаю им дедушку. Я устала быть уставшей и больной. Джоан Макдональд, 75 лет. Самый знаменитый фитнес-инфлюенсер не только в родной Канаде, но и далеко за ее пределами. Только в Инстаграме миллион двести тысяч адептов ее спортивной методики. Одна девушка написала мне, что повесила на свой холодильник мою фотографию, с чего Джоан начала и к чему пришла. Это ее мотивирует. И вот это Джоан тоже. Они думают, если она может это сделать, то и мы сможем. Многие молодые пишут, что это помогает подтолкнуть к спорту их мам и тетушек. Пишут, наконец-то моя мама занимается и перестала принимать лекарства. LG Powers, 68. У пенсионерки из штата Юта полмиллиона ценителей таланта. LG в прошлом график-дизайнер, изобретатель милых книжечек для записей. Через соцсети планировала наладить бизнес по их продаже, но творческая одержала верх над коммерческим. Молодежь чувствует, что мы поддерживаем их музыку. Я помню, когда вышли Битлз, они не нравились моим родителям, и они говорили, нет, тебе должна нравиться вот эта музыка. Ей пишут на разных языках, в том числе по-русски. И спеть просят что-нибудь на русском. Теперь в ее словарном запласе целых два куплета. Пандемийная изоляция еще больше уводит пожилых в виртуальное пространство. Внучатным интернет-пользователям придется потесниться. Уровень палок для селфи гранд-флюенсеры давно переросли. Нина Вишнева, Александр Барыш, Наталья Латухина. Настоящее время Америка. Нью-Йорк. Арри Вадарчей!